Мы посвящаем наступающему всенародному празднику, Дню Победы. В следующем году наша страна будет отмечать 80-летие этого памятного дня, но готовиться очень серьезно и очень ответственно мы начинаем уже сейчас. Мы артисты, мы музыканты, и, соответственно, нам очень хотелось бы рассказать факты, которые, может быть, лежат на поверхности, но в то же время не всегда известны широкой облике. Очень много говорят о том, что были концертные бригады, театралы выезжали, постановки делали декорации из ящиков для патронов. Очень много об этом рассказов, но есть очень любопытная книга «Воспоминания артистов театра Ленинградской музыкальной комедии». И именно оттуда мы черпаем свое вдохновение для этой программы. Артисты, точно так же, как и простые солдаты, с первого же дня включились в процесс спасения Родины теми силами и средствами, которыми они могли. Конечно, творчеством, вокалом, хореографией, художественным словом, инструментальным творчеством, всем тем, чем они могли помочь. Их, конечно, с первого же дня войны ждали длинные-длинные дороги. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОНУЛЯ АПЛОДИСМЕНТЫ МИНСТВЕННЫ КОЛДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ежеминутно уходят эшелоны, один за одним, постоянно, очень быстро Артисты тоже не дремлют, они здесь же, на перроне Кто-то показывает сценки, кто-то рассказывает стихотворения Они провожают бойцов, считая своим долгом поднимать их боевой дух Замечательная парочка балетной тропы Театра музыкальной комедии в Ленинграде Леня Безельман и Лидочка Лидина Прибежали и обнаружили, что их труппа выступление на перроне уже закончила И поехала дальше провожать Они крайне расстроились, как же так, ничего не могут сделать Для артиста не выступить, это очень важно А сложив все обстоятельства, важно втройне И вдруг они услышали звуки знакомой мелодии Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч Это молодой парнишка, сидя на каком-то немыслимом сооружении Из досок, из ящиков на гармошке, растягивая меха, наигрывал эту мелодию И вдруг родился коллективный номер Кто-то сказал, ребята, давайте не дадим вам гимнастерку А вы будете как будто бы ждать своего жениха под часами Час проходит, два проходит, а он не идет А когда он пришел, вы увидели, что на нем военная форма И понимаете, что он уходит на войну И так родился номер И он имел грандиозный успех Потому что это была не просто импровизация А импровизация, рожденная самой жизнью Литочки Лидиной каждый считал своим долгом подарить по платочку А номер этот всегда исполнялся на бис АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СИНИКИЙ СКОЛПЫЙ ПЛАТОЧЕК АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты пожала и обещала свиньи плотночек свечи. И пусть, мой, нет сегодня любви, но я такой. Свою сырою ты и с головью прячешь, но только такой. Ис-по твоей, подучая, слышь, что я, Боже мой, Смени на стороночек свиньи плотночек, Снова встает прямой печально твой. Дорожает меня море к твоему, Чувствуя рядом, в следующих рядом, Ты восстанно создай. Сколько завернула почек, Раскрывши я с тобой, И вечеря, плечи, 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 Помнишь, по земле и твой, Заней, тропы, Шеломы, любви, левых, поки, Сночи твой ручек за селочек, Чтоб я в плечах драки. Браво, браво! Он был настоящий артист, У него была поющая душа. И несмотря на то, что он был всего лишь артистом хора, Тем не менее, его очень ценили на работе. На войну его не взяли, Был уже довольно взрослый. Но и тем не менее, Каждый день он приходил в театр, Театр оперетты, Где исполнялась написанная в то время Оперетта «Раскинулось море широко» О советских моряках, И он исполнял свои хоровые партии. Однако время шло, Диафрагма слабела, Питался он все хуже и хуже. Но каждый день он приходил в театр на репетицию Или на спектакль. Потому что он не мог не петь. У артиста душа была поющая. И вот настал тот день, Когда, подойдя к ограде театра, Он взялся за нее рукой, Думал, сейчас немножко передохну И пойду дальше. Пойду исполнять свою, В общем, не очень значимую хоровую партию. Ведь есть солисты, а есть артисты хора. Но дойти до спектакля так и не смог. И в этот день в театре вышел приказ. Артист Федор Иванович Челноков Шел на спектакль, Но до спектакля не дошел. Потому что умер. Артист умер, Но осталась песня. Яркая, широкая. Потому что артист был с поющим душой. Артист Федор Иванович Челноков Артист Федор Иванович Челноков Умер. Артист Федор Иванович Челноков Артист Федор Иванович Челноков Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блокатный Ленинград Субтитры создавал DimaTorzok Когда молодые решили пожениться им сказали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Их останавливает патруль и задает вопрос Скажите пожалуйста, вы же видите на улице обстрелы, вместо того, чтобы прятаться в бомбоубежище, почему вы идете по улице? А они отвечают, а мы идем на свадьбу. Один боец сказал, вы просто сумасшедшие, а второй ответил, нет, вы огромные молодцы и пожалуйста передайте молодым наш большой советский красноармейский привет. Без потерь и даже сохранив сервиз, наши герои добрались до места торжества. Что же они видят? Прекрасная невеста встретила их в белом платье. Жених, вот тут уже на костюме, и у каждого из них вместо цветка маленькая-маленькая еловая веточка с еловой шишечкой. На столе, вы не поверите, белые скатерти, настоящая посуда, графин с какой-то зеленой жидкостью. И, о чудо, на столе стоит огромное блюдо. С чем бы вы могли подумать? Со свеклой. Потом, правда, оказалось, что свекла только первые слои, под свеклой находится турнепс, но и тем не менее, все равно в блокадном Ленинграде и это было чудо. Долго за столом не сидели. Поздравив молодых, завели патефон и стали танцевать. Тихий кусочный день, воздух весна тереет, жалко терять минуты. И сидели, как ты на дутре, словно зубе решанули, девчонок весной. И не пройдемся, не пойдем со мной. Ну, улыбнись, мой милый, ну, не сердись, мой милый, ну, помирись, мой милый, за мной. Ну, подойди, мой милый, ну, посмотри, мой милый, ну, поцелуй, мой милый, меня. Ну, улыбнись, мой милый, ну, не сердись, мой милый, ну, поцелуй, мой милый, меня. Ну, улыбнись, мой милый, ну, поцелуй, мой милый, ну, поцелуй, мой милый, ну, поцелуй. ПОЁТ, 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 ПОЁТ За что-то лечит от леса Собросает в море? Ну, улыбнись, мой милый, Ну, не сердись, мой милый, Ну, подцелуй, пойми меня. Все, что только может отриться, Собросает в море? Ну, улыбнись, мой милый, Ну, не сердись, мой милый, Собросает в море? Браво, браво, браво! Пасывали до самого утра, Веселились до самого утра, Были молоды, Были счастливы. А утром Жених ушел в море. Жди меня, и я вернусь, Только очень жди, Жди, когда находит грусть, Ждут и дожди, Жди, когда свеки летут, Жди, когда жарут, Жди, когда других не ждут, Жди, когда других не ждут, А зальвы и вчера. Пусть поверят, Пусть поверят сын и мать, В том, что нет меня. Пусть друзья устанут, Пусть друзья устанут, Что сядут в огне, И пьет твое льду, Не пьет твое льду, Не пьет твое льду, На моей душе, Жди, с ним мир, От рот припитись, милый шмик. Жди, не али, не явлюсь, Где у сверка в рот мой, Что и что вновь может быть, Скажет память вновь, Не повёртся лишь ночью, Как среди окна Поживай мир своим, И спасай его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как никто другой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приехали наши артисты Как-то в русскую часть. Землянка. В землянке сидят пальцы, Кто сидит, кто в полу лежит, Отдыхает между баяниями. У артистов заготовлены программы. Первым вышел баянист. Вы можете себе представить, Что такое музыкант, Который исполняет пьесы на народных инструментах. Залихватский. И бровь говорит, и глаз говорит, И играет великолепно. И руки у него ловкие, Переборы вокруг. Отыграл, поднялся И ждет своих заслуженных аплодисментов. А вокруг полная тишина. Солдаты стоят. Следующим должен был идти вокалист. Народный артист. Как любой народный артист, Он, естественно, сказал, Что вы? Я совершенно не могу выступать Перед спящими людьми. Я же народный артист. Я ему объясняю. Поймите. Это перерыв между баяниями. Как только концерт закончится, Мы их будем и сразу же в бой. И тогда и народный артист, И ненародный артист, Все пытались быть на сцене Как можно дольше. Все пытались продлить свое выступление Как можно дольше. Потому что четко понимали, Что солдатам нужно отдохнуть. И, как говорится в песне, Пусть солдаты немножко поспят. Б этомrov Island. Спасибо. – Помимо Вы. – Ладно, говорите. Пё handledWell like a servant up söyl 씁ну Про улыбку твою и казань, Про тебя унижай твой кусты, Белоснежный полян от пары воскай. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос заживой. Ты сейчас далеко-далеко, Нежда до земной и снега, До земём не дойти легко, А до смерти четыре жена. Ой, гармонько на юге глазу, Как отошли за счастьем твоей. Мне в холодной землянке землю От твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви. Браво! И тогда каждый из героев Абсолютно чётко поняла, Что его обязательно дождутся, Его мама, Его сестра, Его любимая. Они произносили эти слова И вслух, и про себя, И были абсолютно верным верным. Белоснежный полян от пары воскай. 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 Я вернусь, когда стоит тебе. Я же твой мечтаю, он здесь не встречает, мне славы дают. Рыбкаю до жизни, отстань, 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 отстань. Рыбкаю до жизни, отстань, 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 отстань. И обнять любимую свою. Рыбкаю до жизни, отстань, отстань, отстань. Вот в один из таких госпиталей приехали две артисты. Большая бригада приехала, и они, извините за выражение, разбрелись по всему госпиталю, разделились на маленькие концертные бригадки, потому что понимали, что эти люди не могут к ним прийти в концертный зал, и они поэтому разошлись по палатам. В эту палату, в которой лежал обгоревший летчик, пришли две девчонки, две молодые исполнительности, Галина Семенченко и Галина Кюгель. Одна из них была вокалистка, вторая играла на аккордеоне. Когда летчик лежал на кровати, на залитой солнцем весенней веранде, лучи солнца пробивались, была совсем ранняя весна, капала капель, была такая вот очень, с одной стороны, радужная картина пробуждения весны, с другой стороны, они понимали, что то, что перед ними лежит, уже и человеком называть трудно, потому что на летчике не было ни одного живого места, он обгорел. Девчонки молодые, несмотря на то, что за войну они повидали многого, они, естественно, начали плакать, потому что не могли успокоиться, и Галя Кюгель, она даже не могла начать петь, потому что у нее в горле был постоянный спазм. И тогда летчик прохлепел. Девчонки, вы не плачьте, вы пойте, но только пойте музыку светлую, хорошую, и ни в коем случае не про войну. Вновь светло над рекой, не просветить льма, и блестит землю голубая льма. В черных звездом тяжелее, и на руднике твилье, В звонких песен своих унивают свои. Вала Magazin' Аду мой расти я, голубые цветы, Они сердце моё пробуждают мечты. К тебе, я пойду, я кричу, Твоё имя твошу, Так в ночь перед мне о тебе сокрушу. Милый друг, нежный друг, Я, как прежде, в нём В эту ночь прямо вспоминаю тебя. Милый друг, нежный друг вспоминаю о мне. Милый друг, нежный друг, Спою я о Богу. Браво, браво, браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Одна Галя пела, другая Галя играла. Делали они это довольно долго, пока, как им не показалось, Лётчик не заснул. И когда они на цыпочках вышли из палаты, А их догнала молодая, но уже сюда женщина-врач, Которая сказала им, спасибо вам, девчонки. Вы скрасили последние часы молодого летчика, потому что он не уснул. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 И свой пес фактичный поклевая Всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришившие парень Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Приехали как-то наши артисты И уже дали концерт в банской части И вдруг к ним подходит полет рук и говорит Вы знаете, вы можете сразу отказаться Но я вас все-таки попрошу У нас есть дот, в котором уже в течение 10 месяцев Четыре девчонки удерживают оборону И не дают фашистам подойти к нашим окопам Они там находятся 10 месяцев Мы несколько раз говорили, давайте мы вас поменяем Но они отказываются от смены А им там всего 18-19 лет Мы бы хотели вас попросить Проползти с инструментами по обстреливаемой местности Для того, чтобы дать концерт прямо в этом доте Но вы должны понимать, что гарантировать сохранность вашей жизни Мы не можем Местность простреливается Артисты даже не стали совещаться Они сказали, конечно же, конечно же, мы поползем На них надели маску-халаты В халаты спрятали инструменты Доползли они благополучно Дверь открыли только две девчонки Потому что две с двух сторон неусытно несли службу Смотрели за обороной данного участка Девчонки были совсем молодые И поэтому для них хотелось бы Вспеть песню о любви Музыка Музыка Спятого окна, и лежит у меня на дворе, Неснакомая ваша рука. После тревог спит городок, Я услышал мелодию вальса, И сюда загребу на часах. Хоть я с вами совсем не знаком, И дорога отсюда лету, Я подзываю на веснах, Пусть не ворогнула. Мы танцуем вдвоём, Так скажите, пусть знала, Сам не знаю о чём. Будьте окружить, Будьте окружить, Я давно целюсь и разучился, И прошу вас меня присыпить. Утро встают, Снова покут, Прокидаю ваш маленький город, И я пройду лима ваших пород. Хоть я с вами совсем не знаком, И далёко отсюда лету, И я пройду лима ваших пород. Мы танцуем вдвоём, И я пройду лима ваших пород. Мы танцуем вдвоём, Так скажите, вот, слово, Сам не знаю о чём. Ночь, братка, спела твой ногой, И лежит у меня на дворе незнакомая наша руна. Дело было уже к концу войны. Артисты приехали в часть, а их, оказывается, там не ждали, потому что запарили баню. И, естественно, артисты начали говорить, да мы куда ждем, ребята попарятся, потом выйдут, мы им такой концерт исполним, все в самый раз, все будет замечательно, нам так вот расслабиться. Но нет, политрук сказал, что мы такого позволить себе совершенно не можем. Либо концерт, либо баня. Выбирайте. Артисты пошли совещаться. Совещание у них в первую очередь складывалось вокруг женского состава. Певицы? Женщины. Аккомпаниатор, как вы помните, Галя Семенченко? Женщины. Артистки балета? Женщины. Женщины очень долго слушали эту перепалку, потом прервали разговоры мужчин и сказали, вы поймите, мы на войне сейчас не женщины. Мы такие же бойцы, только бойцы артисты, поэтому относиться к нам нужно точно так же. И концерт состоялся в клубах пара с шайками, полными кипящей воды, с вениками, и там звучали прекрасные песни, предвещающие нашу победу. Весна сорок пятого года, так ждал тебя синий май. Народ Европы свободу принес жаркий солнечный май. На помощь вереной спасенной собрался народ старый младь. На старый из раненых битвах гармоний в вальс русский играл наш солдат. Помнит вена, помнит вальпы май, тот цветущий и поющий яркий май. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко вдохновенно и смело, солдатский вальс веток звучал. И фрила, кружилась и пела, как будто за штрафу сыграл. А парень с лидкой, счастливой, горькою своим к сердцу прижал. Как будто он в узке видел разливый, как будто силу обнял. Помнит вена, помнит вальпы май, тот цветущий и поющий яркий май. Вижний венце в русском пальце сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над вельной седой и прекрасной плылась в полугрезы огня. Звучало нежно, но страстно, и зефа пеняла весна. Весна 45-го года, как долго май тебя ждал. Вальс в русский обученный, белый, свободный, солдат по гармонии играл. Помнит вена, помнит вальпы май. Вальпы май, тот цветущий и поющий яркий май. Вижний венце в русском пальце сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит вена, помнит вальпы май. Вальпы май, тот цветущий и поющий яркий май. Вижний венце в русском пальце сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ У него была большая семья, красавица и умница жена. Три сына, богатыри, один краша другого. Но вот в семье случилось несчастье. Умер младший сын. А через неделю объявили о том, что началась война. Средний сын ушел на войну. Старший сын ушел на войну. Его на войну не взяли. Он артист. И он как раз-таки был солистом. В той самой оперетте раскинулось море широко. Аперетта была комической. Каждый день он выходил на сцену и исполнял комический ари. Зал просто умирал от смеха, от восторга. И никто не знал, что у артиста творится на душе. Проходит некоторое время. Приходит пуховонка на среднего сына. Жена за ним могла. Она не могла пережить потери младшего и среднего сына. Ей действительно было очень плохо. Как только она пошла на поправку, ему в театр, прямо вот непосредственно перед спектаклем, принесли похоронку на старшего сына. Он не смог ее отдать жене. Он договорился в части, в которой служил его сын, и приносил регулярно писем от него, от уже умершего сына, чтобы поддерживать здоровье жены. Она писала развернутое ответы. Он отвозил, собирал их у себя в театре. И так длилась до конца войны. Жена сказала, ну вот, война окончена. Наш сын теперь точно вернется с войны. Однако шло время, и сын не возвращался. Так прошло 20 лет. 20 лет его жена ждала. 20 лет она верила, что сын пропал без вести, но обязательно найдется. И в тот день, когда его супруга ушла, он сказал, что война для него окончилась только сейчас, спустя 20 лет. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Павел «Симон» Павел «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Калина Кудикова Субтитры подогнал «Симон» Прежде чем я всем вам пожелаю мирного неба над головой, я хочу вам сказать, что проект наш существует за благотворительные пожертвования. Все ваши чувства, которые нахлынули на вас после нашего концерта, Всю благодарность вашим артистам вы можете выразить вон там, в конце зала, на маленьком столике. А мы, как я уже говорила, желаем вам счастья, здоровья и обязательно мирного неба над головой. Спасибо огромное.